МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 70 лет на страже безопасности. В этом году отдел ГВЧС РФЦНИФ отмечает 70-летний юбилей. О том, как появилась гражданская оборона на предприятиях, о главных целях и задачах, наш следующий репортаж. 6 и 9 августа 1945 года США сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Советский Союз не мог не отреагировать на такое демонстративное применение атомного оружия и допустить развязывание новой страшной войны. В августе 49-го была создана первая советская ядерная бомба РДС-1. Это событие сильно повлияло на политическую обстановку в мире. Чтобы уберечь жителей и объект от возможных ракетных ударов, 4 января 1950 года в нашем городе было создано отделение противовоздушной обороны. Сегодня оно носит название «Гражданская оборона». Но его главная цель по-прежнему неизменна. Защитить жителей и сотрудников предприятия от любых угроз природного и техногенного характера, терроризма, новых вирусных заболеваний. Самое главное, чтобы все понимали, чем занимается гражданская оборона, это подготовка персонала к действиям всевозможных чрезвычайных ситуаций. Готовится персонал на добровольной основе и вовлекается в эту подготовку практически весь персонал предприятия. Мы практически охватываем 100% нашего персонала в той или иной мере по подготовке к вопросам готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций. К нештатным ситуациям любого рода в Рфятсвнеф и городе всегда готовы не только профессионалы. Если понадобится, им на помощь придут добровольные формирования, состоящие из работников ядерного центра. Пожарные расчеты, санитарные посты, посты радиационного и химического наблюдения, разбора завалов, обслуживания защитных сооружений. В 2010 году под руководством отдела ГОИЧС Рфятсвнеф добровольцы принимали активное участие в тушении лесных пожаров. Благодаря совместной работе с другими спецслужбами им удалось уберечь город от природной катастрофы. Сегодня в нештатные формирования насчитывают более 1300 человек. У нас люди, во-первых, участвуют в наших нештатных формированиях, те, которые понимают, что если не он, то кто другой. Все эти сотрудники, которые мы привлекаем для наших мероприятий, для участия в нештатных формированиях, это сотрудники, которые не могут пройти спокойно около безобразия, около чужого несчастья. И все они готовы прийти на помощь. Безразличных людей в гражданской обороне не бывает. Как не бывает и бывших сотрудников ГОИЧС. В этом году один из ветеранов отдела, Виктор Никанорович Ваганов, отметил свое 95-летие. Несмотря на солидный возраст, он по-прежнему принимает активное участие в жизни ГОИЧС, посещает соревнования. Будучи в преклонном возрасте, когда ему было 80 лет, участвовал неоднократно в мемориалах Музрукова. И всегда его при разговоре, опросе, за кого вы участвуете, он всегда говорил, что я бегу за отдел ГОИЧС «Арфеатсвнеев». Таким вот людям низкий поклон, что они есть и никогда не отказываются в пропаганде мероприятий гражданской обороны. В этом году отдел ГОИЧС «Арфеатсвнеев» отмечает юбилей. Вот уже 70 лет сотрудники гражданской обороны охраняют покои жителей города. Ежегодно проводятся учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. И, как показывает практика, в ядерном центре готовы к непредвиденным ситуациям на самом высоком уровне. Уважаемые ветераны, уважаемые товарищи, которые участвуют в системе гражданской обороны, сердечно вас поздравляю с торжественным мероприятием, 70-летним гражданской обороны. Хотелось бы пожелать всем вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия, ну и всех успехов в таком деле, как обеспечение мероприятия, вопроса гражданской обороны и готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этом году все учения и соревнования пройдут под эгидой юбилея. Также отдел планирует выпустить книгу «70 лет ГОИЧС «Арфеатсвнеев». Финальной точкой празднования станут показательные выступления для жителей города, которые пройдут 19 июня на стадионе «Авангард». 24 января генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев посетил математическое отделение «Арфеатснеев» в ННГУ имени Лобачевского. В мероприятии приняли участие руководители «Арфеатснеев» во главе с Валентином Костяковым. Директор ядерного центра отметил, что сегодня при реализации гражданских направлений и деятельности «Арфеатснеев» возникает необходимость взаимодействия специалистов в рамках определенных институтов вне территории Сарова. Вырабатывается новый подход, при котором к работам, в том числе в области фундаментальной науки, привлекается и соисполнители в вузах, а базовый продукт разрабатывается в Сарове. В перспективе численность нового математического отделения составит порядка 200 человек, которые будут работать в Нижнем Новгороде, Казани и Москве. Напомним, новое подразделение «Арфеатснеев» открылось в декабре 2019 года и располагается в Центре инновационного развития ННГУ. Его деятельность направлена на решение задач в рамках научно-образовательного центра Нижегородской области «Техноплатформа-2035». Прежде всего, проведение научно-исследовательских работ и развитие функциональных возможностей пакета программ «Логос». Многофункционального ПО и инженерного анализа для суперкомпьютерного моделирования, разработанного «Арфеатснеев» в интересах отечественной промышленности. К другим новостям. В Доме ученых прошла творческая встреча с народным артистом России Александром Пашутиным. Известный актер читал отрывки произведений классиков, пел и делился историями из жизни. Также Александр рассказал о начале своей карьеры и предпочтениях в музыке и кино. Подробности далее. На работу в театр все попадают по-разному. У одних родители актеры, другие приходят из различных творческих объединений. Александр Пашутин на театральной подмостке попал прямиком из Воронежского Суворовского военного училища и почти сразу начал участвовать в массовках на сцене. Я так хотел быть артистом. Я приехал в родную Москву, поступил в студию при театре Станиславского. В этой студии были такие замечательные актеры, ныне известные. Это Инна Чурикова, Никита Михалков, Виктор Павлов, Лиза Никищихина. Замечательная была студия. В 1964-м Александр поступил в школу-студию МХАТа имени Горького. Как признается сам артист, он учился у поистине великих педагогов Павла Масальского, Всеволодошиловского. Там же впервые взял в руки гитару. Это сейчас мы приходим, флешка, флешку поставил, оркестр, тебе играют. А это были 60-е годы, флешек не было. Была гитара. Я купил себе гитару, это было модно. И Коля Караченцев, мой дорогой Коленька, Коля меня учил играть на гитаре. Слова, первые слова. Вот за меня невеста отрыдает честно, Володя Высоцкого. Он учил на гитаре. Потом приходил Володя Высоцкий. Володя показывал мне тоже какие-то аккорды. Вот они были, учили меня играть на гитаре. Народный артист очень любит музыку, поэтому ни один творческий вечер не обходится без песен. Открыто признается, что не любит рэп. Считает его примитивным по тексту и музыке. Особую любовь питает к военным песням. Дорожка фронтовая, Не страшна нам бобежка любая, Помирать нам рановато. Есть у нас, есть дома дела. В кинематографе Александр Сергеевич также предпочитает военные фильмы. Сказывается суворовское прошлое. Причем за свою карьеру ему удалось сыграть все военные должности, от простого сержанта до маршала. Еще одно увлечение – поэзия. С детства Александр Пашутин любит рассказывать стихи и отрывки из прозы. Сыровчанами он поделился своим прочтением стихотворения Давида Самойлова и отрывка из степи Чехова. И, конечно, рассказал о своей работе с другими именитыми актерами советского времени. Поделился смешными историями. Была бригада, когда приезжали на какой-то концерт, и с ними было, там много актеров было, и был Петр Олейников. И он говорил, а это какая-то, куда приехали, кто это, а аудитория, это какая? Ему говорят, пионеры и школьники. Ага, пионеры и школьники, понятно. Значит, что мне им это почитать, пионеры и школьники? Но я им, пожалуй, почитаю Твардовского «Ленин и печник». И читал «Ленин и печник». Потом они приезжали на какой-нибудь завод во время обеденного периода. А кто это? Какой контингент? Ему говорят, слесари, мастера, вот, станочники. Так, что же мне им почитать? Но это я им, пожалуй, почитаю. Это, пожалуй, Ленин и печник я ему почитаю. Вот он читал «Ленин и печник». Потом эта же бригада другая, они ехали в Дубну, Дубна, ну, не мне вам говорить, что такое Дубна. Вот. И он говорит, какой контингент, какой зритель, контингент. Ему говорят, там лауреаты Ленинской, Нобелевской премии, доктора наук, профессора, кандидаты. В общем, светило так, светило. Что же мы им почитать так? Доктора наук. Но это я им, пожалуй, прочитаю «Ленин и печник». Творческий вечер прошел в уютной обстановке. Каждую песню, историю, воспоминания зал сопровождал бурными овациями. Очень понравился. Такой человек интересный. Он такой эмоциональный. Даже, честно говоря, не ожидала. Он такой, даже послезился. Это прям очень трогательно и приятно. Это человек уже в возрасте, больше двухсот фильмов. То есть человек востребован. А во-вторых, он очень разноплановый. Просто я помню его роли. Хотелось, чтобы такие артисты чаще выступали, чтобы молодое поколение, по крайней мере, чувствовало тот фундамент, который им сейчас позволяет жить гораздо более комфортно. Он читает, очень хорошо читает. Ну, песни, конечно. Все понравилось. Впервые на большом экране Александр дебютировал в 1970 году в фильме Петра Тодоровского «Городской романс». Сегодня за плечами актера уже более двухсот картин. И, несмотря на солидный возраст, он продолжает принимать предложения по выступлениям и съемкам. В ближайшее время артист планирует сняться в четырех фильмах. А 9 мая по приглашению администрации президента выступит в Москве на концерте, посвященному 75-летию со дня Великой Победы. 1 и 2 февраля прошло лично командное первенство фиат сне в полыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие работники и ветераны ядерного центра. На старт вышли более 400 спортсменов. Подробности далее. В минувшие выходные на лыжной базе было по-настоящему жарко. Десятки сотрудников ядерного центра собрались здесь, чтобы вновь вступить в борьбу за заветные очки спартакиадров и от снеев. Подготавливали лыжи, разминались. Соревнования проходили в два дня. В первой состоялась командная эстафета. В этом году на старт вышли 10 коллективов физкультуры института. Тройка лидеров среди мужчин определилась сразу. Но в итоге первое место заняли спортсмены из Кайфка «Звезда». Бежать было, наверное, не очень тяжело. Погода благоволила. Лыжня заклинцевалась, была скользкой. Всем было хорошо. Сегодня очень много ровных команд по силам. И все зависело, я считаю, от двух составляющих. Ну, в первой – это индивидуальный настрой каждого. Ну, действительно, ровные спортсмены. И как кто настроился, было это очень важно. И, ну, наверное, немножко скольжение лыжи. Кому как повезло, кто как подготовил. Ну, нашей команде повезло, наверное, больше. Может быть, больше хотели. Считается, что в эстафете сложнее всего бежать тому, кто находится на последнем этапе. Александр Яковлев так не думает. По его мнению, все зависит от того, как сработали остальные члены команды. И на этом забеге ему повезло, признается спортсмен. Мне осталось только поддержать тот разрыв, который ребята сделали. Ну, пришлось тоже постараться, но я считаю, все сделали они. Вячеслав Кайдаш выступает за кайфка старт на различных соревнованиях не первый год. К тому же он чемпион мира по лыжным гонкам среди любителей. Поэтому променять состязания на выходной на диване просто не мог. Лыжи – это мое все, так сказать. А за кайфка старт я выступаю уже давно. Но лыжи – это мой профилирующий спорт, поэтому пришел поддержать свой коллектив в эстафете. А дома на диване будем лежать в преклонном возрасте. Коллектив «Физкультуры Старт» на последнем этапе начинал с шестого места. Но на финише развернулась настоящая борьба. Вячеславу удалось закончить эстафету четвертым, обойдя соперника на доли секунды. Ребята молодцы, пробежали все свою силу. Я думал, честно говоря, что получится в четвертый этап не упираться, так сказать, вовсю. Но увидел соперника впереди, пришлось упереться. И на финише даже получилось выше головы прыгнуть, занять четвертое место общекомандное в эстафете. Все молодцы, все постарались. Женским сборным тоже пришлось серьезно побороться за призовые места. Победителем соревнований стала команда «Буревестник». Екатерина Логинова только что преодолела забег в три километра, но чувствует себя превосходно. Такая атмосфера, от которой вообще невозможно никак отвертеться. Последние годы я попала в такую группу спортсменов, что стала регулярно тренироваться. У меня подготовка, физуха, ну и плюс еще лыжи. Во второй день соревнований проходили личные гонки. Принять в них участие мог каждый желающий. Всего на лыжной базе в этот день собрались более 400 человек. Мужчины преодолели дистанцию в 5 километров, женщины в 3. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.nev.ru и в эфире канала «16» по четвергам в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи.